Терри Пратчетт и Стивен Бакстер. Бесконечная земля. Читает Владислав Бичек. Рядовой Перси проснулся на лесной опушке от пения птиц. Он уже давно не слышал птиц, об этом позаботились пушки. Некоторое время он просто радовался тому, что вокруг благословенная тишина. Впрочем, он слегка беспокоился, пускай и отстраненно, отчего лежит в сырой, хоть и благоуханной траве, а не в своем спальнике. Ах да, благоуханная трава. Там, где он был до тех пор, благоухания явно не доставало. Кордит, масло, горящая плоть, вон немытых тел. Вот к чему он привык. Рядовой Перси подумал, может быть, он умер? В конце концов, бомбили жутко. Что ж, если он умер, значит, это место вполне сойдет за рай. По сравнению с миром, полным адского шума, воплей и грязи. А если он жив, то сержант скоро поднимет его пинком, критически осмотрит с головы до ног и погонит по лужам за чаем и пирожком. Но сержанта здесь не было, и никто не шумел, не считая птиц в кронах деревьев. Деревьев? Подумал рядовой Перси, когда по небу разлился рассвет. Когда он вообще в последний раз видел дерево, которое хотя бы отдаленно напоминало таковое. Дерево, не терявшее листву, не разбитое в щепки снарядом. А здесь рос целый лес. Рядовой Перси был практичный и рассудительный молодой человек, а потому решил не беспокоиться о деревьях, которые ему, должно быть, снились. Деревья никогда не пытались его убить. Он снова лег и, видимо, задремал. Когда он открыл глаза, стоял ясный день и рядовому Перси очень хотелось пить. День? Но где? Наверное, во Франции. Конечно, во Франции. Снаряд, который оглушил Перси, не мог отбросить его слишком далеко. Он, разумеется, по-прежнему находился во Франции, но почему-то в лесу, которого раньше не было. И без традиционной французской музыки, то есть без грохота орудий и человеческих лоплей. Произошло нечто весьма загадочное, и вдобавок Перси умирал от жажды. Поэтому он, как говорит, сунул заботы в заплечный мешок в божественной тишине, нарушаемой лишь пением птиц, и подумал, что в песенке есть доля истины. Что толку беспокоиться? Случившееся и впрямь не стоило волнений, особенно для человека, у которого на глазах люди испарялись, словно роса поутру. Но встав, Перси ощутил знакомую боль в левой ноге, глубоко в кости, напоминание о ране, которой оказалось недостаточно, чтобы отправить его домой. Зато он получил легкую работу в маскировочном подразделении и носил в мешке помятую коробку с красками. Какой же это сон, если нога болит? Но на прежнем месте он не был, вот уж точно. Пока рядовой Перси пробирался между деревьев, направляясь в ту сторону, где заросли, как казалось, редели, ему в голову пришла неожиданная мысль. За каким чертом мы пели? Мы что, с ума сошли? О чем мы думали? Повсюду валялись оторванные руки и ноги, люди превращались в месиво из мяса и костей, а мы пели. Чертовы, чертовы идиоты! Через полчаса рядовой Перси спустился по склону к ручью, текущему в тенистой долине. Вода была солоноватая, но сейчас он бы напился даже из лошадиной колоды, причем рядом с лошадью. Он шагал вдоль ручья до места, где тот впадал в реку. Река ничего особенного с собой не представляла, но рядовой Перси вырос в деревне и знал, что под берегом наверняка водятся раки. Еще через полчаса упомянутые раки весело скворчали на огне. Он никогда еще не видел таких больших и в таком количестве и таких сочных. Он ел, пока не заболел живот, поворачивая добычу на прутике над торопливо сооруженным костерком и разрывая мясо руками. Перси подумал, наверное, я все-таки умер и попал в рай. И я не против, потому что, ей-богу, ад я уже видел. Вечером он устроился на ночлег на поляне у реки, подложив вещевой мешок под голову. Когда на небе показались звезды, очень яркие, каких он никогда не видел, Перси начал напевать. «Сунь заботы на плечный мешок и шагай!» Он замолк, недопев, и заснул сном праведника. Когда солнце вновь коснулось его лица, Перси проснулся, отдохнувший и свежий. Сел и застыл неподвижно, как статуя, под спокойными взглядами, устремленными на него. Сидя в ряд, примерно в десятером, они наблюдали за ним. Кто они были такие? Или что они были такие? Они походили на медведей, но морды у них напоминали не медвежьи, а скорее обезьяньи, только крупнее. Они безмятежно рассматривали ее. Перси подумал, кажется, это точно не французы. Он все-таки попытался заговорить по-французски. «Парле бефон!» Они тупо смотрели на него. В наступившей тишине, чувствуя, что странные существа ждут чего-то большего, Перси откашлялся и запел. «Сунь заботы в заплечный мешок!» Незнакомцы слушали очень внимательно, пока он не закончил. Потом переглянулись. Наконец, словно придя к какому-то соглашению, один шагнул вперед и запел то же самое. Причем, совершенно не фальшивя. Рядовой Перси изумленно слушал. Прерия была плоской, зеленой, плодородной. Кое-где далеко росли дубы. Небо весело голубево, как на открытке. На горизонте двигалось облако пыли. Там неслось стадо каких-то животных. Послушался легкий вздох. Сторонний наблюдатель, случайно оказавшийся поблизости, ощутил бы слабый порыв ветерка. На траве лежала женщина. Ее звали Мария Валиента. На ней был любимый розовый свитер из Ангорки. Ей было всего пятнадцать, но она рожала. Худенькое тело содрогалось от боли схваток. Несколько секунд назад она не знала, чего боится больше – родов или гнева сестре Стефании, которая отняла у нее обезьяний браслет, сказав, что это греховный символ. Кроме браслета у Марии не осталось никакой памяти о матери. И вот теперь это – открытое небо вместо пожелтевшего от никотина потолка. Трава и деревья вместо истертого ковра. Все было не так, но куда она попала? Где Мэдисон? И как она сюда попала? Неважно, ее вновь пронзила боль и Мария почувствовала, что ребенок выходит на свет. Никто не мог помочь, даже сестра Стефания. Девушка закрыла глаза, закричала и стала тужиться. Ребенок скользнул на траву. Мария кое-что знала о родах, а потому дождалась, пока выйдет послед. Когда все закончилось, между ног было сыро и мокро, а на земле лжал младенец, покрытый липкой кровавой слизью. Он открыл рот и тоненько запищал. Вдалеке послушался звук, похожий на гром. Рев, как в зоопарке. Львиный рык. Лев, Мария снова завопила, на сей раз от ужаса. Крик оборвался, словно его выключили. Мария исчезла. Ребенок остался один. Один перед лицом вселенной, которая подступала со всех сторон и опрощалась к нему множеством голосов. А за ними стояла великая тишина. Детский плач превратился в воркование. Тишина была принята. Снова послушался вздох. Мария вернулась в зеленый мир под синим небом. Она села и в панике огляделась. Лицо у нее было серое. Она потеряла много крови. Но с ребенком ничего не случилось. Девушка подняла свое дитя вместе с последом. Она даже не перевязала пуповину. Завернула в свитер из англорки и принялась укачивать. Личико малыша было странно спокойным. А она уж думала, что потеряла его. «Джошуа», — сказала она, — «тебя зовут Джошуа Валиэнте». Тихий хлопок. И они оба исчезли. Давным-давно, где-то рядом, совершенно иная версия Северной Америки баюкала на груди огромное, окруженное сушей соленое море. Оно кишело микроскопической жизнью, которая представляла единый гигантский организм. В этом мире, под небом, затянутыми облаками, мутное море полнилось одной единственной мыслью. Я. За этой мыслью последовала другая. Зачем?